Премьер Венгрии Орбан в Евросоюзе обсуждает тему отправки миротворческих войск на Украину, да, то есть слил Орбан такой. Вот я, глядя на этих западных товарищей, думаю, ну понятно, что они работают за деньги путинские, но ведь может даже покопаться, скорее всего, там не только деньги, там изначально, наверное, эти все ребята были какими-то советскими стукачами. Мы когда говорим про советы, мы почему-то все в рамках Советского Союза, а ведь был Варшавский договор, и они были в этих демократических так называемых странах, и, наверное, некоторые из них работали на спецслужбы, а эта информация не вырвалась, а теперь они ее скрывают, и Путин их держит сильно за яйца этим, наверняка, да, там Меркель в свое время, помните, она там в университете была главной комсомолкой. Ну как можно быть главной комсомолкой в университете и не состоять на связи со спецслужбами? Такое разве возможно было в советский период? Нет. По поводу вот этих миротворческих войск на Украину, про которых заявил Орбан, миротворцев на Украину готовят для чего? Чтобы когда Украина вышла к границам, да, и Путин заверещал, чтобы их поставить и разграничить, чтобы там не было боевых действий. А не потому, что они хотят их ввести туда. Это сто процентов. Это не днем знать, кто же во время войны, какие миротворцы во время войны пойдут. Это будут боевые подразделения, соединения, которые будут воевать. Что же это за миротворцы? И поэтому Медведев вот не понял, но он дурачок, алкаш, и заявил, отправленные на Украину миротворцы НАТО должны быть безжалостно уничтожены. Медведев, ты сам будешь умолять, когда Украина выйдет границам 91-го года, чтобы на границе встали миротворцы. И это самый худший для нас вариант. Вы понимаете, скажут, все, война закончилась, вот миротворцы стоят. А Россия как хочет, пусть выборы делает, фонариками свергайте Путина. А вы, которые в Европе засели и устраиваете в России шухер, операции свои проводите, вы-то вообще террористы. Вот так может все обернуться, понимаете? Так что нам тоже никакие миротворцы нахрен не нужны. Украинские войска должны освободить территорию Украины, в России все должно закрутиться. А видите, Орбан-то проговорился, он сказал о далеко идущих планах. А эти всякие Медведевы не поняли, вынесли ссоры из СБ. Какие там нахер миротворцы? Финляндия официально присоединится к нашему альянсу в ближайшие дни, заявил генсек НАТО Иенс Столтенберг. Посмотрим. Я так понимаю, Турцию сломали. Но Эрдоган оказался хлипким в этом отношении, но ему повезло еще, он как бы хорошо отделался. Потому что у него могли быть очень серьезные осложнения, они ему нафиг не нужны. Эрдоган утверждает, что Путин примет участие в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС АКУЮ 27 апреля. Если это так, то Эрдоган, скорее всего, Путин арестует. Если Путин приедет на загрузку топлива, то для Эрдогана это прям 5 баллов. Он сразу его нейтрализует. И шухер будет вообще невероятный. Эрдоган под это дело, я думаю, решит миллион своих вопросов. То есть, он арестовывает Путин, отдает его в ГАГу. Вообще ничего не происходит. В России полное смятение. Что делать с Турцией и воевать? С Турцией воевать где сядешь, там и слезешь. Эта армия турецкая дойдет до Москвы в течение недели. Мгновенно. И когда я в 19-м году говорил, там в 20-м все ржали. А сейчас чего ржать? 300 тысяч сухопутной армии. С кучей беспилотников, каких-то самоходов, каких-то беспилотных вертолетов. Хрен знает, что там намешано. Такое, что это будет вообще рок-н-ролл полнейший. Причем турецкую армию поддерживают мгновенно. Внутри России. Татария, Башкирия и многие другие республики, в том числе и на Кавказе люди. И это прекрасно все понимают. Ардаган может совершенно спокойно арестовать Путина, передать его в ГАГу. Соответственно, получит от Европы ништяки. Совершенно спокойно. Еще от всех, так скажем, заинтересованных сторон может получить ништяки, включая Украину. И самое главное, он ударит такого пинка, нанесет Цзиньпину, жутчайшего. Это будет как раз ответка на позицию Китая по Ирану и удар Эрдогану в спину. Это самый лучший вариант, который можно только придумать. То есть, арестовать там Путина, перебить охрану и арестовать Путина. Самый лучший вариант. Если Эрдоган это сделает, это будет прекрасно. Но что-то сдается мне, что Путин не поедет к Эрдогану. Потому что, ну, засыту. Во Франции арестовали женщину, которая называла Макроном, в общем, оскорбляла Макрона в Фейсбуке. Ну, что я могу сказать. То есть, свобода слова и во Франции в ноль уходит. Но меняется. Эпоха меняется. Эпоха это совершенно очевидно. А что там Лукашенко сегодня отчебутил, спрашивают. А давайте посмотрим. Я что-то Лукашенко и просмотрел. Давайте прямо сразу и посмотрим, что там Лукашенко. В складывающие обстоятельства мной были активизированы настоятельные переговоры с президентом России Путиным по возвращению в Беларусь ядерное оружие. Именно по возвращению ядерное оружие, которое было выведено в 90-х годах под гарантией никаких санкций против тех, кто вывел. Никакого давления, никакого планирования наступления революции. Все растоптанно, все нарушено. Ну, не, ничего особенно он не сказал. Останавливаться надо сейчас, пока не началась эскалация, попробую рискнуть предложить остановить боевые действия, объявить перемирие. Ну, понятно, что Лукашенко должен, во-первых, себя изображать миротворцем, а во-вторых, это очень Путину. Сейчас надо хоть на секунду, чтобы действия остановились боевые. Потому что Путин понимает, сейчас пойдет наступление. Он это не понимает, он это железобетонно знает. Наступление сдерживать некому и нечего. И в результате Украина вернет себе Крым и Донбасс и выйдет границам в 91-м год. Путин питьец, мягко говоря. Все. Даду он выступал в Гагаузе. Гагаузская автономия, ну, известность с фаратистскими настроениями. И заявил, хочу призвать вас, не опускайте руки. Все будет хорошо, прорвемся. Наши уже рядом. Кто такие наши в отношении Дадона уголовное дело ведется, да, там, за измену Родине, там, и так далее вообще. За коррупцию, предательство и все прочее, да. А наши близко. Кто такие наши и где они близко. Ну, понятно, что там Дадону постоянно по ушам ездят из Москвы. Сейчас мы тебя спасем, не волнуйся. Да, ну, потому что они начали это говорить, когда отковали Украину и рассчитывали прийти в Молдову. Но ведь не получилось. Дали им по мордасам. А вот теперь не знают они, что делать. Журналист Wall Street Journal Эван Гершкович, который, да, задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже, вызвал там волну протестов. Бывший вице-президент США при Трампе Майк Пенс призвал выслать из США российских дипломатов. Да, ну, многие рассказывают, вот Константин Эгерт, это бывший главный редактор «Известий», да. Я помню, как-то общался с ним в 98-м еще году, умный человек. Он отмечает, что это первый случай с иностранным корреспондентом за 37 лет. Сегодня в конторе можно то, чего еще вчера было нельзя. И если у нее есть право хватать иностранных журналистов, официально аккредитованных примитий России, то отношением всех остальных путинской тайной полиции подавно можно все, что угодно. Ну, нет, Константин, это совсем не так. Им дана была четкая команда взять какого-то американского товарища, важного такого. Можно совершенно ничего не доказывать. Вы же понимаете, в суде там примут любые основания. Хотя я и допускаю, что он, может быть, куда-то там действительно пытался залезть, поскольку журналисты везде лазают, да, не исключено, что он как бы со спецслужбами сотрудничает запросто. Но обычно он прав, что не трогает. А сейчас просто дано задание этого сластать. Почему? Ну, надо же на кого-то его поменять. У Путина всегда, видите, он этих разменял на этого своего, хотел сказать, бруто, да, набуто, набуто разменял. А теперь надо кого-то еще держать в рукаве. Вдруг кто-то попадется, а может быть, уже попался, да. Надо менять. Ну, чтобы был обменный фонд, вот надо схватить кого-то. Вот схватили. Старый террорист берет заложников. Да, и это нормально для путинцев. Поэтому говорить, что это там, ФСБ, что-то действует, да нет. Им поставили задачу обменный фонд создать, и все. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...